Вера Анушина заслуженная артистка РСФСР, солистка Пензенского руссконародного хора. 18 лет песня ее сделала знаменитым. И вот самый-самый последний сольный концерт, который был в ее жизни, она доверила Константину Жукову. И так, и так. Просто я делал аранжировки и с ней делал последний ее концерт. То есть она захотела, был юбилей нашему хору, а она хотела сольный свой концерт. И вот она в нашей Пензенской филармонии, я ее аккомпанировал, она делала этот концерт. Вот, да, и это был ее последний концерт. Вот перед вами слайд. Вера Анушина. И представьте себе, что вот этот слайд, это люди, которые объединены песней. И они связаны друг с другом. И объединил этих людей Октябрь Гришин, композитор-песенник, руководитель Пензенского русского народного хора. Композитор-песенник. Это говорит уже о том, что он сочинял песни. Песни сочинял он для своего родного хора, но потом они разлетались по стране. Вера Анушина – яркая личность. У нее было очень сложное детство. Мне довольно сложно складывалась ее личная взрослая жизнь. Одна лишь от рада песня. Работала она на таком фабрике, который назывался у нас «Маяк революции», а попросту «Маяк». А он до сих пор так у нас называется, между пензенцами известна фабрика как «Маяк». Простая работница стала заслуженной артисткой РСФСР. Вера Матрёна Смирнова – поэтесса, которая простая девчонка деревенская из села Русский Ишин. Кстати, сказать я забыла совершенно о том, что Вера Анушина – она землячка Константина Сергеевича Жукова. А Матрёна Смирнова – простая деревенская девчонка из большой крестьянской земли, которая выросла в селе Русский Ишин. Семья очень была большой. И получилось так, что, в принципе, дети получили хорошее образование, ее братья и сестры. А вот самой талантливой Матрёне Платоновне не повезло. Она не получила того образования, которое хотелось бы получить. Она была старше в семье. Но ее душа рвалась к поэзии, к песне. И вот однажды в газете появилась песня, выявил стихотворение «Милая роща». Это была от той самой рощи, которой любила очень бывать Матрёна Платоновна, особенно возвращаясь после знойных работ на поле, полевых работах, когда она могла отдохнуть в тени деревьев березовой рощи. Вот она, милая роща. Это стихотворение и увидел Октябрь Гришин. Он пришел домой, сел к инструменту, и получилась песня, которая вошла в репертуарах многих известных певцов. Поехали. 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 На веки страхово. Будто опять ты без усы Рядом с девчонкой стоишь. Вместо кораллов нагуты Грозня рябины даришь. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ